Ну что, ребята, всем горячий тайландский привет! Да, я уже здесь, приехал сегодня, уже заселился. И это не первый выпуск, если вы так подумали, это всего лишь подкаст. Первый выпуск с отлётом, с перелётом, и как вообще, какие мои первые ощущения были от этой страны. Я смонтирую завтра, а сегодня мне просто хочется поделиться, поделиться вот тем, что наболело вот прям уже сейчас. Понимаете, такая ситуация, люди, которые меня встретили, у них сегодня была работа, и вот они, собственно, туда ухерачили. За окном уже темно, хотя всего лишь по их времени, сейчас полвосьмого, а на улице просто глаз выкали. И я захотел покушать. Понимаете, мне сказали, что в Таиланде, в Пхукете, если ты хоть маломальски знаешь английский, а его я, в принципе, знаю более-менее чем. Говорят, ты выживешь, тут всё нормально, тут, блядь, все практически знают и русский, и английский. Хуй-то там, блядь, я вам скажу. Со своим, блядь, знанием английского, я себе... Вот, вот он мой ужин, блядь. Бутылка пива Чанг и какой-то чикенбургер, блядь, господи, он выглядит отвратительно. Но, понимаете, это единственное, что я смог себе купить, потому что никто меня не понимает. И хожу в кафешку, вот буквально у меня здесь за углом, блядь, кафешек, наверное, 50. Я захожу в каждую, у них лежит гора риса. Если кто-то, ну, не знает английский, то рис по-английски будет рис. И у них гора риса и какая-то бильберда, которую они могут смешить. И я говорю, а, hello, I'm hungry, menu, please, они не понимают. Тогда я пошел, ну, верным путем, сказал, I want рис, и показываю на рис. Она стоит и смотрит на меня, как на идиота. Я даже уже, блядь, на рыночный перешел, я спрашиваю, how much? То есть я думаю, она поймет, что я хочу купить это. Она не понимает. Она смотрит на всех окружающих и все окружающие отворачиваются. Либо они надо мной все, сука, издеваются и хотят, чтобы я здесь с голоду подох. Либо они реально не врубаются. Как я здесь, блядь, буду выживать на одном пиве и чикенбургерах, блядь, я хер знаю. И то я вот это дерьмище просто принес на кассу в ближайшем магазине, просто положил и сказал, блядь, это возьми мои деньги, сукин сын. Короче, вот как-то так. Пока вот такие первые впечатления, на самом деле, вот которыми именно поделиться хочется. Понятно, что первые впечатления были там, о, нифига, блядь, тут пальмы, тут берег, тут все охеренно. Тут море, тут вода зеркальная. Хрен с ним, наверное. Расскажу, чего я точно вот сегодня не записывал. Так это то, где я теперь живу. Вот это мой номер. Я вас так вот буду показывать. Короче, вот это вот прекрасное. Ну, я тут, естественно, я уже бардак навел, как бы, ну, в своем стиле. Я живу здесь все-таки, да, сука, творческая личность. Вот этот вот здоровенный номер с огроменной кроватью мне достался за 6 тысяч в месяц. На самом деле, я рассчитывал такой номер получить, ну, тысяч за 10, наверное. Но вот так вот мне подфартило. Правда, вот надо сейчас еще это. Я чуть попозже пойду. Я чуть попозже пойду деньги применяю, чтобы расплатиться за этот номер. Я как бы сюда въехал, но еще как бы даже оформился, но за него не заплатил. Поэтому, знаете, что они сделали? Они мне не дали одеяло. Они думают, русский человек без одеяла не будет спать. Идиоты, бля. Похер. У меня есть балкон. Личный балкон. Огроменный балкон. С охеренным видом. Я бы вам сейчас показал, на самом деле. Ну, молния херачит. Охренеть. Там гроза и ужас вообще происходит. Тут, кстати, сезон бурь, оказывается. Меня наебали. Мне сказали, ты приедешь в разгар сезона. Хуй-то там, здесь, оказывается, сезон дожди и прочее. Что здесь есть? У меня есть огромный шкаф. Он пустой. Я с собой в шмотах-то не взял, нихуя. У меня есть ванная. Ну, как ванная? У меня душ и туалет. А больше что надо? Все, больше ничего не надо. А, мне холодильник еще притащат сегодня. Ну, либо завтра. Короче, когда расплачусь, тогда и притащат это все. Но пока я на пиве. Кстати, пиво вот это вот, что он достаточно неплохое. Вот бурью я боюсь, на самом деле, пробовать. Но он пока горячий. Я думаю, вот холодный, его точно не стоит есть. Вот. Ну, а пока... А пока как-то так. Поэтому я сейчас завалюсь на огроменную кровать. И буду думать, блядь, как я здесь буду жить. Потому что, блядь, на одних бургерах и пиве, блядь, выживать, ну, это полный пиздец, я считаю. Да и вообще, надо что-то это, надо что-то придумать. Надо придумать. По работе еще пока вот сегодня не встречались, не узнавал ничего. Ну, а так это... Так пока все круто. Ну, блядь, жрать охота, пиздец. Пойду пиво пить. Пойду пить.